всем привет я часто показываю вам свои покупки вы спрашиваете что я делаю с той листой покупкой тем что я приобретаю и вот я сегодня хочу показать помните где-то в одной из последних посылок я заказывала вот такие вот сеттинги я уже когда-то вам показывала как я делаю сама кулон наверное вы в курсе насчет моей нелюбви к готовым кулоном и у меня было видео где я сделала кулон помните лавандовое поле а сегодня я хочу показать кулон вот с таким сеттингом это достаточно большой сеттинг сторона приблизительно сантиметра 4 наверное если не больше где-то 45 сантиметров сторона и я хочу показать еще одну тех технику изготовления кулонов которую которая мне вот как бы очень симпатично давайте вместе потихонечку соорудим вот такой вот соорудим кулон из этого сеттинга вот клон уже в готовом виде вот если вы видите сеттинг это двухсторонний кулон вот и по вторая сторона как видите я специально сделала совершенно разная кулон этот кулон совершенно разность двух сторон для того чтобы было несколько вариантов ношения украшений ну кроме того надо было прикрепить вот этот элемент и это мозаика задней стороны она была не то чтобы обязательным можно было просто прикрепить но я решила что будет красиво сделать такой двойной кулон теперь задача сделать из этого украшения такое украшение которое бы подошло к обеим сторонам кулона перед тем как все сделать украшение давайте я вам наверно будут вопросы как вот это все делается совершенно не сложно для этого нужно проволока в тон в тонну сеттинга или каких-то элементов которые присутствуют в украшении и для еще какие-то кабошончики камушки песок разноцветный все что есть клеить можно вообще все вот абсолютно все при каких-то границ для фантазии не существует вот и того что вы можете даже вклеивать красивый кусок ткани и скажем покрыть его эпоксидкой боже делать можно вообще что угодно я захотела такой тибетский кулон именно форма их форма очень привлекательно и я как бы использовала их идеи вот такие вот для создания этого кулона конечно мой кулон особенно вот с этой стороны вообще не похож на тибетские кулоны здесь он сделан нарочито здесь можно было добавить какие-то элементы еще сделать более такой знаете не менее кустарная вариант но мне захотелось именно такой потому что вот в этом есть своя такая прелесть для этого использованы кусочки перламутра вот и такая присыпка песок красный вот разноцветный весь вопрос в том как сделать вот этот элемент может быть у вас возникнет очень просто для этого нам нужна проволока потолще например 670 607 миллиметра и тонкая проволока это проволока 0 4 миллиметра диаметр можно еще тоньше принципе не имеет значения делается вот этот ромбик предельно просто мы берем делаем крестовину из более твердой проволоки скрепляем ее по центру тонкой проволокой и начинаем оплетать вот я сделала первый ряд оплела все четыре по очереди такими петля петлеобразными такими как бы стежками и дальше продолжаю по очереди каждую из сторон этого креста оплетать проволокой постепенно приближаясь к концам концам этих отрезков вот я плела 4 ряда делается это очень быстро и так до конца конце потом в промежутках вы можете вставлять бусины не только на крестовинах но и вот здесь вот промежутках вы можете творить как вам угодно вы можете поставить крупную бусину на конце и закончить как ну как в любом украшении заканчиваются такие ряды вот такая вот крестовина она крепится к задней части вот эта часть где основной у меня узор выложен она крепится вот конечно крестовина должна быть больше она крепится к задней части сеттинга это можно ее можно оставить в таком виде потому что она будет красивая то есть ее можно просто прикрепить и залить например эпоксидкой можно любым например клеем для страз можно и можно выложить какой-нибудь узор то есть с обратной стороны просто если вы хотите двойной кулон здесь и здесь можно сделать эти обе стороны такими чтобы они были одинаковыми я сделала специально их разными чтобы это получилось как будто разные украшения вы можете сделать в одинаковой технике про вы просто можете прикрепить эту крестовину этом из проволоки можно делать вообще все что угодно вот я показываю просто конкретно этот тибетский кулон псевдо тибетский кулон понятное дело что это не он вот а вы можете творить что вашей душе вообще заблагорассудится и сейчас когда кулон у меня готов мне нужно сделать украшение чтобы она гармонил гармонировалась с обеими сторонами этого кулона сделать так чтобы она выглядела органично и чтобы это украшение с одной стороны перекликалась обратная сторона то есть основа для этого кулона перекликалась и с этой и с этой стороной но чтобы в результате все-таки получились разные украшения смысл двойного кулона потому что иначе зачем зачем тогда делать было разные стороны давайте я сейчас сделаю украшение и покажу его вам вот понравится она вам или нет ну вот переделка закончена чтобы подружить обе стороны этого украшения я использовала матовый шунгит черный и вот такой вот с напылением правда в процессе того как мои руки к нему касались он это напыление потихонечку терял но он все равно более не менее яркий чем этот черный и это хорошо видно не вооруженным глазом когда смотришь они в объектив матовость хорошо играет вот с этими такими песчаными рельефами и а в целом вот так вот я показываю на светлом фоне для того чтобы было видно хорошо детали того что получилось получилось хотя я вижу это украшение все таки не нет нет с такой пускай тоже его можно носить но и я бы его предпочла носить чем-то более таким драматичным хотя бы с тем же черным такой кулон будет хорошо расправлять черный цвет черный шунгет соединять украшение и одежду с обратной стороны украшение выглядит вот так вот я не могла удержаться и что-нибудь не поправить в кулоне ну не факт что я еще что-нибудь если добавлю ну вот центр украшения претерпела изменения как видите это более яркий вариант я к нему стремилась то есть мне он был нужен вот этот вот не неправильный кулон такой несовершенны грубоватый мне хотелось такого украшения когда явно видна его ручная работа мне нравятся такие вещи ну и давайте я покажу темные одежды чтобы было понятно вот к чему я стремилась не то чтобы я часто ношу черную одежду но я люблю этот цвет и время от времени себя балую темными цветами и вот посмотрите как это оживляет если вы любитель темной одежды посмотрите как это освежает черный цвет сзади это украшение выглядит вот таким вот образом то есть здесь использована бронза постепенно переходящие вот пойти бусины насколько вы знаете если вы когда-то интересовались такими тибетскими украшениями в них очень много фурнитуры тут конечно это стилизация тут нету множество металлической фурнитуры то есть там используется либо очень грубые материалы либо много металла здесь металл но по сравнению с оригиналом конечно в меру и грубости как таковой ну разве что вот в этом кулоне и обратная сторона этого украшения это вот это культуренная часть украшения ну я имею ввиду без вот этого грубого специально наручатая грубого кулона этот сделан аккуратно эта сторона характерная форма такая вот для тибетских кулонов ну все остальное пожалуй не тибетская но набоха вполне потянет вот такое вот сегодня у меня украшение я решила повеселить себя и вас да я покажу еще что дружит этот кулон сверху вот эти кратко красные бусины такие вот они перекликаются и в жизни их хорошо видно они хорошо перекликаются склоном и соединяют все это в единое целое точно так же с обратной стороны они хорошо дружат вот так вот сегодня у меня пошло пошла работа это просто я отвлеклась немножко от основной своей работы захотелось сама выразиться сделать не на заказ сделать не из того что мне приносит заказчицы а сделать то к чему у меня лежит душа чтобы я хотела надеть сама надеюсь вам понравилось надеюсь вам понравилось надеюсь было интересно скоро встретимся пока 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 Продолжение следует...